Приветствую вас! Было бы здорово, если бы вы написали о том, как конкретно вы боретесь со своей низкой самооценкой, что конкретно вы делаете для того, чтобы ее, как вы говорите, побороть, да, что конкретно вы предпринимаете для этого, какие действия конкретно вы предпринимаете для того, чтобы побороть свою самооценку, низкую, вот, это было бы прям очень неплохо. Неплохо было бы, чтобы понять. Ну, потому что это достаточно такая важная история, потому что это достаточно важный такой момент. Вот, и в нем необходимо разобраться, на мой взгляд, на мой взгляд, в нем необходимо разобраться и его тут скоро рассмотреть. Дальше. Значит, то, что касается вашей самооценки в целом и то, что вы себя не любите. Значит, смотрите. Любовь, она возможна в том случае, если вы, условно говоря, если вы себя принимаете такой, какая вы есть. Без ограничений, без условий и так далее. Тот факт, что вы себя не любите, говорит о том, что вы же считаете, что то, какая вы, сейчас, сейчас, к пример, к примеру, к примеру, к примеру, вы быть не должны. Вот. Ну, просто. Вы не должны быть, вы не должны быть той, какая вы сейчас. Вот. Хотелось бы, конечно, преследовать этот момент. Несколько попробнее. Попробнее. Вот. Хотелось бы понять, почему вы не принимаете себя такой, какая вы есть. А где, собственно, началось прерывание, да? Вот. Ну, то есть. Где и как вы поняли, где и как, например, например, вы увидели, что такой, как и какая вы есть, вы быть не должны. Что касается, да, и помочь вам себя принять. Что касается самооценки, то здесь ситуация следующая. Сознание не может выйти за пределы самого себя. Не могут выйти за пределы самого себя и другие люди. Ну, за пределы самих себя. Не могут выйти и другие люди. Это тоже важно понимать. Поэтому здесь вопрос к вам. На каком основании вы себя оцениваете? На каком основании вы сравниваете себя? К примеру, с другими людьми. Как вы можете сравнивать себя? Так. Вот это те вещи, те вопросы, ответы на которые вам необходимо искать. И искать, конечно же, в первую очередь, ну, себе. То есть это, я надеюсь, понятно. Я надеюсь, понятно, как это происходит. Вот. Вот. Соответственно, такая история. Соответственно, такой момент. Бороться ни с чем не нужно. Необходимо бороться себя принять. Исправлять, кстати, Александра тоже ничего не нужно, потому что, когда мы говорим Исправлять, мы всегда подозреваем. Исправить, значит, исправить что-то неправильно. Вот. Если мы что-то исправляем, значит, значит, это что-то неправильно. Вот. Поскольку ничего неправильного нет в том, что вы описываете. Вот. То это просто нужно скорректировать. И всё. На мой взгляд. Естественно, это корректируется в процессе работы. Вот. Процессы работы именно с вами. Вот. В такой момент. Значит, я бы хотел в качестве задания дать вам, например, такую историю, чтобы вы выписали, значит, с чем, что вы в себе, значит, не принимаете, что конкретно. Вы в себе не принимаете. И почему. Аргументы и источники. То есть это вот то, что вам нужно исследовать. Так что, в качестве первого задания вам будет именно это. Вот. Так. Я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Я надеюсь, что помог вам, насколько это было возможно, с учетом информации. А вас, если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. И надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом. Удачи вам. Удачи вам. Удачи вам.